Это фартук, когда замуж заберет невесту, обязательно такой фартук делает свекруха. Свекруха делает невесте такой фартук. То есть она пришла к ней в дом, и она ей на диван. Да. Это очень старый, видишь, это очень старый. Это, видишь, старый. И это прям каких? 30-х годов, да, монеты? Ага. 20 копеек. А сколько вот на такое количество денег, на такое количество денег, что можно было купить? Ну, это тогдашнее время не знаю. Ну, это старый вещь, это прапрабабушкин, это вещь. Я не знаю, это времена штук. Они прям сверлили, да, дырочки? А можно я примерю? Конечно. Вот на самом деле тяну и вещь. Все. И это одевалось куда? На праздники, да? На праздники, когда свадла будет, навеста надевает, танцует. А-а-а. У кого большой это фартук, это называется по-нашему комар. Это комар, считается, люди, он богатый. А-а-а. И что? То есть, если ты с таким фартуком, то ты богатая недвеста. Да, да. Класс. Это называется комар, это ахчи, это ахчи. Деньги. Раньше была ковровая фабрика, женщины все там заняли. Большая ковровая фабрика была. Раньше была у нас пекарня, раньше был совхоз, большой фирма была. Занята были все здесь. Редко, редко мужчины были у Чечня или где-то на работе, чтобы пшено привезли. Вот так. А сейчас молодые ребята уходят все на заработку на строительной работе занять. А женщины дома занимаются коровами, сыр делают, продают, масло делают, продают. Ковры больше не делают. Никто. Никто не делает. Нет. Если заказ бывает из других городов районов, заказ есть, они делают большие ковры. Редко. А вы сами умеете, да? Да. Я сама ткала очень большие ковры одна. У вас до сих пор есть в доме станок? Да. Станок тоже положила, там ковры есть, сумах есть у меня, собственными руками я сделала. Каждому сыну подарила я канонный ковер, еще большой сумах. Каждому. Один ковер, один сумах. Все живут, там они. Мне рада была, когда разговаривали с внуком, с сыном. Там бегают, там некоторые, они бегают на руках. Я делала мои ковры, они бегают там. Она пишет стихи и слагает песни. Руководит государственным учреждением, вкусно готовит, воспитывает внуков. Наверное, нет такого на свете, чего бы не смогла сделать удивительная Сураят из Турага. Песня. Эта песня рассказывает, это день хороший, если твой любимый рядом. Это день теплый, если твое платье из мава, такой материал мал. Короче, про любовь песен. Хаи фуйкан джан мич леши дичуру у кан кан кана гэз. Хаи фтаи ка згуни ярга в кара пи улуха на гэз. Очень стариня песня, это народная песня. А, это народная? Да. Музыка я сочиняла, а песни, слова народные. Народные. А у вас есть какое-то музыкальное образование? Да. Я сперва закончила культур-просвет училища, это ЧКЗК-14. Там закончила, а потом говорит, если директору надо, высшее образование. А потом я закончила Дагестанская академия культуры и образования. Это Шахпаза 27, Дербент. А сколько вам лет было, когда вы получили высшее образование? Сколько? 58? 58 лет. Лучше поздно, чем никогда. Да? Фолклор каждого народа. Это ценнейший исторический документ, который лучший книг рассказывает о судьбе своего народа. У нас есть фолклорный коллектив. Коллектив есть номер, танец урожая. Показывали Денчабана и Качубе, Махачкале. Ну, хоть не, национальный праздник есть, Уроза, Байрам, Эбельцан, вот так. Каждый год мы показывали этот номер там. Сперва сеяли песни. С такими песнями мы идем. Сеят, собирают, пшеницу делают, а потом разные танцы есть. Все показываем, делаем из пшеницы хлеб, делаем тесто. Тендюр у нас есть там. Все сцены из тендюра мы вытащим горячий хлеб. То есть это мы не спектакль получаем? Да, да, 15-минутный номер есть у нас, танец урожая, такой хороший. Это номер все используем из музейных вещей. Это очень старый, Фатимат. Это очень старый. Вот положишь туда вещи, вещи, вещи положишь. Вот так держишь, вот так. А, то есть это как рюкзак, да? Да, как сумка. И все, и все. Раньше же сумки не пилы же. Все, нагрузил, камера, микрофоны, блокнот, ручку и пошло. А вот это очень красивый рисунок, это, видимо, очень старинное. Это тоже старинный. Смотрите, это вот самое настоящее Николай Лазаман, который поела моль. Если моль поела, то цена в два раза дороже. Да. Да? Да, 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 правда. Здесь что сохраняет? Муку. Муку или зерно. Ага. Это в прошлое время самое дорогое были мука или зерно. Ага. Вот. Это рисунки. Это рисунки одинаковые. Очень похожи, да? Очень похожи, одно мастера. Ага. У нас старая мечеть есть. В 1861 году эта мечеть построили. Эта мечета вот здесь, как столько, что ли. По центру, да? Да, по центру это было. Это старая мечета. Это рисунки. Это рисунки одинаковые. Одного мастера. Считается, это тоже, это тоже, ну, 500 лет. В 1861 году. Смотри, смотри, пожалуйста, вот здесь орнамент какой очень интересный. Здесь вот прям переплетение идет. Это орех, да? Да, орех. Как говорят, орех. Это орех. Это тоже орех. Толщина такая у свода эта. И здесь, кстати, похожий. Похожий почерк, да? Да. Ни одного гвозда здесь нет. Сегодня мы готовим табасаранские национальные блюда. Пирог по-нашему цикап. Этот цикап называется гетона. Это гетона по-азербайджански, по-нашему арахалиш. Мы сегодня это готовим. Как это переводится? Переводится это гост, уже тебе пора. Кушал ты этот цикап, уже пора домой. Раньше собирались люди дома, телевозора нету, магнитофона нету. Они собрались. Один ночь, этот сосед, другой ночь, другой сосед. Пока все готовила, хозяйка кушала, они ждут, пока хозяйка делает этот цикап. Это гетона. Это шуточный этот гетона. Уходи, гост. По-нашему арахалиш. Вот такой цикап сегодня делаем. Сперва мука, соль, вода, картошка, обязательно сушеное мясо, орехи и лук. И масло. Вот, начинаем. Немножко соли. Потом вода. Просто я такие вещи делаю, всегда песни пою. Без песни я не могу такие вещи делать. А какие песни вы поете? Пойдите на мою песню, пожалуйста. Турагнахач халарихна. Это называется «Приходи на тураг, гости будешь». Табасаран танишу учууз, танишу учууз. Харса гола, язна учууз, язна учууз. Хана уткан, шубара учууз, кан. Турагнахач халарихна. У нас масло готово. Сейчас положим лук туда. Лук положим. Чуть-чуть лук на желтоватый цвет будет. Положим сушеное мясо. Сегодня мы делаем. У нас здесь сколько? Девнадцать человек. Девнадцать слои не делаю. Если девять человек, девять слои не. У нас такой обычай. Как давно вы пишете стихи? Седьмой класс я. Первое стихотворение у меня, Путабасаранский, «Хадукар». Хушу чан халси Хадукар. Хабалгрурангарихтибалгура. Чан дилин халвиз Хадукру. Хабалгрурангар агура. Первое мое стихотворение. А чем оно обожает? Это «Весна». «Весна». «Весна ищет свои земли, цветы, как невеста свой начинающий дом». Вот такие слова есть, эти песни. А вторая песня «Мама». Третий, четвертый, у меня вот Путабасаранская литература, «Алманах» есть. Там восемьдесят... Семьдесят восемь годы, восемьдесят четвертый год. Вот это период у меня стихотворение есть. «Харкатапэхэльчазухна», «Хадукар», «Дэдэээз», А потом я остановила. У меня дети были, когда замужем. Один родился, его год исполняется, другой родился, четыре сына. И остановился. Но все-таки, если родничок есть вода, это не потеряет это место. Все-таки капает, капает. Вот сердце вот так. Опять я начинала стихи написать. И вот музыку написать. Музика моя, стихи мои, у меня три-четыре песни есть. Не о ютубах. Вот так. И национальные песни, старинные национальные песни по табасаранскому языку, двести пятьдесят штук я собирала. У меня на работе. Если в Центре традиционной культуры не ткут ковер, не ткут кмес, не показывает девочка, то есть какие-то уроки проходят у вас? Да, кружкой работы здесь бывают. А чему учат девочек? Делают. Там же у нас ковер есть. Учим девочек. Да, учим. Вот каждый день здесь ученики бывают, разные гости бывают. Итак, у нас готово тесто и начинка. Теперь мы раскатываем девять кругов диаметром около двадцати сантиметров. И один большой круг, в который мы будем собирать наше чудо. У вас четыре сына. Без дочки не тяжело? Нет. Я дочке очень хотела. Через шесть лет я родила еще одну, четвертую. Там тоже получился мальчик. Мальчик. Что невеста тоже хорошая. Если я хорошая, они будут хорошие. Если я плохая, они будут плохие. А мне они невесты как дочки. Но вы еще ко всем остальным своим достоинствам еще и заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Фольклорный фестиваль был в Махачкале в 78-м году. Там мне дали первой степени диплом. Почетную грамоту Верховный Союз на АССР. Ничего себе! Там висит у меня на работе. Тогда мне дали библиотекарь. Заведлив библиотекарь. Открыли такой штат. Мне дали вот такой. Ну, хоть я библиотекарь и работаю, я хотела всегда петь, песни сочинять, собирать. Мне назначили меня художественным руководителем. Поменяли места. Художественным руководителем и библиотекарь. А потом, в 2010 год, мне назначили директором. А сколько вообще собирался музей? Вот экспонаты музея. Сколько лет собирали? Ну, уже собиралась, ну, 10 лет. 10 лет я их собирала. 10 лет. Ну, начинала, однако, другие вещи собирать я с начала работы. Я начинала работать в 79-е года с заведующим библиотекарем. С этого дня я начинала собирать старинные вещи. Я вам покажу. Больше 500 лет. Больше 500 лет это вам. Это медленно лампы. Это медленно лампы. Вот это, да. Это больше 500 лет. Здесь не указан, да, к сожалению, год. По-арабски написано, говорит. Да? По-арабски написано, говорит. Очень интересно. Это из старой мечети. Сейчас я это положу вот так. Вот так я положу сюда. Вот так. Мы на доске будем собирать? Да. На доске. Вот я положу сюда мясо и масло. Смазываю с руками все. Картошки тоже сюда. Вот так. Орехи. 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 Опять так повторится. Картошку. Так, эти слои уже поменьше, да? Да. Орехи. Опять. Вот так у нас идет каждый процесс. Все это пропекается, да? Вот несмотря на обилие слоев таких пропекается. Как будто здесь ничего нету. Такой мягкий, такой вкус не получается. А сколько вот здесь примерно картофелин у нас нарезано? Ну, килограмм. Килограмм. Да, килограмм. Полкилограмм мяса. Двести-триста грамм. Это орехи. Это сытное очень блюдо, да? Калорийное. Дома сколько людей кусок делает вот так, поровну. Ну, одного куска не можешь кушать. Такой сыт не будет. Все к центру тянем. Ага. Еще нужно раскатать, да? Немножко. Очень аккуратно надо. Очень аккуратно. Это у нас готово. Сейчас отправляем это на духовку. Вот. Поставим и корм на духовку. Какое время? Ждем 30-45 минут. Еще табасаранские национальные блюда. Нюрхон шрар. Это лаваш. А как еще раз название? Нюрхон шрар. Ага. А как это переводится? Афрар. Не знаю, в русском, как называется. Нюрхон шрар. Афрар. Нам нужен для этого что? Лаваш. Лаваш. С начинкой. Это здесь мясо есть индюшатина. Ага. Это каша. Так. Кипяченая каша. Здесь мясо индюшатина. И лук есть здесь. Сол есть. Лук жареный? Да. Жареный лук. Мясо. Ну, пищеную. Это каша готовили. Толго. Да. Это готовили. Так делаем. Ага. Пять ложек делаем вот так. Пять ложек ровно делаем. Четыре. Пять. Вот. Угу. Это блюдо обычно готовим, когда праздники. Ураза Байрам. Наши национальные праздники, мусульманские праздники, обязательно это готовим. Это блюдо любят старики. Калады Балкины. Да. Угу. И смазали маслом. Маслом. Это утопленное масло. Это утопленное у вас. Да, утопленное масло. Вот так. Поджаривать там ничего не нужно. Нет. Нет. Просто начинка должна замереть. Начинка делаем. Кашу. Обычную начинку как кашу делаем. Как еще раз называется это блюдо? Это нюрхушрар. Нюрхушрар. Ну, по-русски получается так. Нюрх это пшено. Пшар это половина. Ааа. Нюрханшрар. Пшеничная половина. Пшеничная половина. Пшеничная половина, да. Нюрхушрар. Это половинки, да? Аккуратно вытащим отсюда. Он очень-очень горячий еще. Очень горячий. Осторожно. Вытащим отсюда. И положим сюда. Немножко смазываем, чтобы красиво выглядеть. Немного, а ну немножко вот так. Но это чудо делают только с сушеным мясом? Или можно все еще тоже использовать? Другое мясо тоже можно, но с сушеным мясом очень будет вкусно. Получается. Обычно только сушеным мясом делают. Так, отсюда. Очень оригинально. Спасибо. Очень вкусно. Сейчас приезжайте. Спасибо. Особенно зимой. Ну, то, что я такое ем первый раз, это точно. Век живи, век учись. И ты так ничего и не узнаешь про место, где ты живешь. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...